Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это наше продолжение карьеры за Барселону. Это уже третий выпуск, и сегодня у нас два интереснейших матча в лиге. Первый – это старт сезона против Атлетика из Бильбао, и второй против, если не ошибаюсь, да, Реал Бетис. Итак, в этой серии у нас будут эти два матча, в следующий у нас уже будет заканчиваться трансферное окно летнее. Но у нас осталось не так много приобретений, которые нам надо сделать, и это именно приобретение Сауля. Остальные у нас все вроде как сделаны. Итак, по Саулю давайте мы сейчас посмотрим. Нам еще нельзя к нему с новыми требованиями приходить, так что отыграем матч, а там уже будем... Я не помню, когда мы в последний раз с ним переговаривали, но первый наш матч в сезоне, именно официальный, за Барселону против Атлетика Бильбао мы сыграем первым составом. Вот такая у нас расстановка на этот матч. Итак, старт сезона, разминаются игроки из Бильбао, Иняки Вильямс, Муниан, больше никого таких известных про не знаю, а Дуриц еще только. Ну и вот они наши игроки, Неймар Месси, Гризман и Габриэль Джезус. Сегодня будут созидать в нападении вместе. Мы посмотрим, как сложится наша атака в чемпионате в этом сезоне. И отлично, Де Йонг. Пока что можно еще держаться за Де Йонга, никто не встречает. А вот здесь вот прям так стянули Джезуса, Джезус забивает 1-0. 14-я минута, и Габриэль Джезус забивает в своем первом матче за Барселону. И вот оно, празднование его. Даже Гризман еще не успел забить первый мяч, хотя его купили раньше, чем Джезуса. Но вот так вот получилось. Отлично. В дальний угол так пробил, низом. И вот оно, его празднование. Кто знает, с чем связаны празднования Габриэль Джезуса, напишите в комментариях и узнаем. Я знаю правильный ответ. Хотелось бы от вас услышать ваши догадки, хотя может из вас кто-то и знает. Но я бы так не сказал. Бускец. Отлично. Отнимает мяч у соперника. И отличный пас. Оффсайда я надеюсь, что не было. Гризман 2-0. Антуан Гризман забивает. Безофсайдно, слава богу. И вот оно, его празднование. Я думал, что тоже будет. Так у Джезуса с мизинчиком празднование. Но нет. Он решил крокодильчика. Вот так вот хорошо. И тоже в дальний угол. Под левую ногу отлично себя подработал Гризман. И вот они. Наши новые форварды. Забивают в своих первых официальных матчах за Барселону. Джезуса дает на Гризмана. И Джезус мимо. Хорошо здесь Неймар. Ой-ой-ой-ой-ой. Гризман будет ли дубль? Нету дубля. Хороший дальний навес. Виллианс. Но у нас Терштеген пока что неплохо стоит на воротах. Кордоба. Хороший такой пас на Муниаина. И Терштеген пропускает. Все-таки Бенат забивает. И распечатывает ворота немецкого голкипера Барселоны. Таким хорошим ударом в ближний угол. Отключился игрок Атлетика. Первый гол Неймара нет, скорее всего. А вот за Гризманом-то все еще идет Месси. Сэвид голкипер. Первая победа Барселоны. В официальном матче под нашим руководством. Минимально обыгрываем Атлетик из Бильбао. Набираем первые наши три очка в сезоне. Ну и Габриэль Джезус лучший игрок по мнению экспертов. Ну вот и наш довольны ли мы первой победой. Так. Еще много предстоит нам сделать. Неймар не улучшил форму с началом сезона. Это конец. Так, Неймар так и не заиграл. Это начало конца. Дальше будет только лучше. Нам нужно повышать настрой Неймара. Вы довольны игрой, которую показывает Гризман. Нужно сохранить эту форму. Ну все, отлично. Мы пока что первая команда, которая отыграли свой матч. Два. Гранда таких. Их сыграли уже. Но вот пока что главные сделки кружатся вокруг испанского, естественно, футбола. Неймар в Барселону. Сон в Реал. И из Барселоны переходит Суарес. Почитаем, что нам говорят игроки. Я действительно ценю то, что вы прислушиваетесь ко мне. Говорит нам Семеду. Твоя игра вдохновляет. Другая команда. Так. Давайте отдадим в аренду Муса Вагве. Итак, да, друзья. Я говорил вам про то, что хочу подписать одного хорошего нападающего. Хотел подписать Артему Дзюбу. Но он, как мы знаем, Зенита нету в Фифе. Но сам Дзюба есть. И их просто разбросали по всему миру игроков из сборной России. Там Аздоев, Кузяев, всяких разных игроков из Зенита. И просто нельзя его подписать. Так как он только что недавно присоединился к новой команде. Но Федора Чалова можно подписать. За ним сейчас охотится ПСВ. И нам надо успеть перехватить хотя бы его. Потому что не хочу я играть другим игроком в нападении. 20 миллионов я предлагаю ЦСКА. И Виктор Михайлович Гончаренко соглашается. Теперь уже личные переговоры. Итак, здесь я, наверное, перспективный. Только могу сказать Чалову. Нерегулярный. Ну да, вот это тогда нам больше подходит. Сами они предлагают. Три года нам пойдет. Отступные мы тоже не хотим. Но теперь вот зарплата. Вот это намного труднее. Потому что мы не следили за ним. Давайте 30 тысяч евро. 60 хотят. Это хорошо, что у нас не сорвались с ними контракты. И сделка сама пойдет. 62 тысячи евро в неделю попросил Федор Чалов. Но Сауля мы пока что еще не можем подписать. Ну и все. Теперь у нас в составе вместо Руиза будет бегать. Так. Вот здесь бы нам бы... Я, наверное, все-таки... Алину, наверное, поставлю вместо Де Йонга. А не вместо Каутиню. Смотрите, у нас просто все устали после матча. Гризман вообще на минимал, как сейчас. Здесь мы сохраняем. А, забыл Чалова добавить. Вот он, 76. Сохраняем. Ну и также, друзья, вы знаете, если многие из вас смотрят футбольный именно контент, у Жени Савина выходил как-то один ролик про Миранчуков. И вот один из них сказал, вроде это Алексей был, ну, там без разницы. Мне кажется, они оба бы хотели бы играть за Барселону. И они сказали, если мне сейчас придет предложение от Барселона, то я прям пешком готов, ну, там, на поезде прям сразу первым же рейсом отправляться в Барселону. Так вот, во втором составе у нас есть Алина. Но именно эту позицию я бы все-таки бы заменил и поставил бы туда именно Алексея Миранчука. Так что мы попробуем его подписать. Я люблю в наши карьеры внедрять русских футболистов. Вот, Пике у нас может перейти в Ювентус, мы отклоняем. Пока что по Бускетцу вообще не приходит предложение, это очень обидно. Проведем мы тренировку, давайте вместо Руиза, который у нас уже не будет играть, мы будем качать Федорович Чалова. Ну, отлично, пока что без двоечек мы справляемся. Нам надо поздавать в аренду некоторых игроков. Бускетца я выставил уже на трансфер. Алина. Я его, наверное, все-таки постараюсь продать, деньги нам нужны. Ну, и также, что насчет у нас там Руиза, он в списке аренды, а мы удалим. Можно ли его продать? Да. Продать его можно, и это отлично. Сделка будет. Реал тоже выиграл свою игру, похоже, намного крупнее, чем мы. Ваги снова в аренду. Теперь уже Стат Брест, это французский чемпионат. Ну, и Каутиньо хотят подписать в ПСЖ. Мы пока что отклоняем. Итак. Уверен, у вас есть причина выставить меня на трансфер, но мне действительно нравится в этой команде, уходить будет тяжело. Нам нужны деньги. Хочу, чтобы вы меня передумали. Надеюсь, я не пожалею. Вообще, эти игроки, Руиз и Алина, прям хотят играть в Барселоне. Вообще, любой игрок, наверное, хочет играть в Барселоне. Но не суть важна. Федор Смолов, мы также его могли подписывать. Но все-таки я решил сделать акцент на Миранчука. Ой, на Чалова, вот Зюба. Мы не можем его просто, потому что он в клуже сейчас. Вот один день остался до... Так, отлично. Уагве переходит в Испаньол, в аренду. Это хорошо. Итак. Видали, хотят у нас подписать в Эвертон. Мы пока что отклоняем. Хотя там что, я вид... Нет, я Видали не отдавал. Ну все, мы ждем прям по Бускетцу. Почему-то не приходит предложение. А, вот можно нам по Саулю. Мы тогда сразу начнем с Сауля. Предложим трансферную стоимость. Мы где-то 70, если я не ошибаюсь. Давайте 60 предложим, посмотрим. Сколько захочет Атлетика? 89. Диего Семена говорит. 75. Пробуем. Мне не жалко вообще денег, но просто как-то тоже экономить стоит. Тогда давайте 80. Ну не прям. Даже 83 миллиона. Думаю, это нормальная будет сделка. Пожалуйста. Отлично. Диего Семена согласен. Теперь осталось договориться с Саулем. Мы вроде как с Семеном в тот раз договорились. Именно Сауль сам уже сделку эту разорвал. С агентом сказали, что не нравятся наши предложения. Ротационные. Приним. Насколько заключать? Давайте на 5 лет. Да, Сауль согласен. Игнорирую отступные. Ну и теперь вот зарплата. Именно на этом мы вроде зафилились. 150 евро. 1000 евро в неделю. Они хотят пониже. Но бонусы всякие. Я не люблю бонусы. Хотят еще миллион. Вот. Хоть здесь я немного угадал. Но много они прям подписного бонуса хотели. Ну а теперь давайте вот про Миранчука. С Юрием Павловичем Семеном мы сейчас встретимся. Он прилетел к нам. Хотя по таким все-таки делам. Надо нам прилетать к ним. Ну и заплачу я 25 миллионов за Алексея Миранчука. Ну и наверное надо было дешевле его пробовать подписывать. Сколько там вообще мы сейчас даже и не узнаем. Можно было бы за него отдать. Но. Мы переходим сейчас именно лично к агенту и Алексею Миранчуку. Для подписания вот в такой кафешке. Так. Нерегулярный. Отлично. Согласен. Три года. Неплохо. Игнорирую отступ. Нет. Вот. Я не хочу чтобы у нас Миранчука выкупали. Мы оставим пока что вот так это все. Ну и зарплата. Зарплата. Выходы на поле. Я ему и так буду это гарантировать. Я его покупаю все-таки во второй состав. Все. Подписали мы всех игроков которых мы хотели. И это отлично. И сейчас у нас дебют игроков Миранчук и Чалов. Вот так вот сохраняем. Ну а во второй состав у нас вот вместо Бускетса попадает Сауль. Бускетс у нас играть даже не будет. Если мы его не продадим. Ну вот так вот мы пока что. Вторым составом мы сейчас играем. Второй состав мне больше наверное симпатизирует. Потому что там есть у нас и Каутиньо, Дембеле. Двое русских еще. Ну вот центрального защитника нам бы надо было бы подписать. У нас еще есть деньги на это. Около 100 миллионов мне кажется. Ну да. 100 миллионов. И я не знаю кого бы нам бы стоило действительно бы подписать. Очень мне нравится вообще игрок Аймерик Ля Порте. Он чемпион мира. Играет в Манчестер Сити. Давайте мы сразу попробуем свяжемся с ним. Вообще нам можно его постараться подписать. Снова Хасеп Гвардиола с нами встречается. Уже с Жезусом мы купили у Манчестер Сити. Сейчас постараемся центрального защитника, одного из лучших французских защитников подписать. Ну сколько вы хотите? 70 миллионов. Это мало они скажут сейчас. Да, 85 хотят. Мы Сауля за такие деньги подписали. Но мне кажется, ну а Ля Порте-то хоть и защитник, но у него рейтинг выше. 80 миллионов. Все, согласился Гвардиола. Даже дешевле, чем Сауля мы подписали. Ну а теперь идем переговариваться с самим Аймериком. Прям топовая такая команда у нас получается. Важно, естественно, мы соглашаемся с этим. На 4 года без проблем. С отступными без. Нам не нужны отступные. Не хочу, не люблю. Неймара у нас уже несколько лет назад нам не выкупили. Ну и выхода на поле нет. Ля Порте у нас будет, наверное, вытеснен даже Умки Ти из состава. Так что он будет играть в первом у нас составе. Да, все, Ля Порте мы подписали. Отлично. Очень много мы на трансферы в этом сезоне потратились. Теперь вот Ум Тити у нас 87-й. Но я Ля Порте все-таки сюда поставлю. Мне кажется, Ля Порте будет понадежнее, чем Ум Тити. Но Ум Тити мы поставим во второй состав. Места Тагибо. Будет у нас вот такая вот французская здесь связка в обороне. Ум Тити и Лен Гле. Ну что же, как раз сейчас у нас сыграет Ум Тити и Лен Гле. Во втором матче домашний против Бетиса. Сейчас мы идем на шестой строчке. Многие здесь сыграли уже по два матча. Мы можем встать в ряд к Велериалу, Валенси Риалу и Эй Бару. Они выиграли уже по два матча. Мы играем сейчас с Риал Бетисом. Они сыграли в ничью свой первый матч. Даже сейчас мы узнаем с кем. Сыграли они с Валеда Лидом. Который уже на тринадцатой строчке. Ну так что можем рассчитывать мы на легкую игру. Я надеюсь, что не заглажу своими такими вот предматчевыми речами. Ну что же, вот он наш состав. Камп Ноу приветствует нас. Поехали. Итак, стартуем наш первый домашний матч под руководством Барселоны. Барселона против Бетиса сегодня у нас играют. Месси нету на поле, но есть Каутиньо, которого мы вернули обратно из Баварии. Ну и также есть Миранчук, Дембеле, Чалов. И вот так вот Каутиньо отлично. И можно отдать на обратно. Миранчук отлично пасует на Филипп Каутиньо. Мы навесим, Дембеле в штангу попадает, в перекладину точнее. И пробил, но штангу. Вот это снова перекладина уже второй раз за матч. Небольшой, но все-таки какая у него есть скорость. Но отлично он находит Дембеле. Тот отлично отдает на Федора Чалова. Тот навешивает на Алексея Миранчука. Миранчук 1-0. Забивает Бетису в своем первом матче. А Федор Чалов отдает голевую на него. Вот она наша российская связка сработала. Ну и все шикарно здесь было. Отлично видально. Шел Дембеле. Тот уже на Чалова. Давайте выпустим Де Йонга вместо Артура еще. Но гол шикарный. Лучшего и не пожелаешь для Миранчука. Я специально еще так сделал, чтобы он под левую мяч оставил. А не стал бить правой. Но прошил. И Миранчук счастлив, наверное, естественно, что перешел в Барселону. Все. Вторая наша минимальная победа в чемпионате. Обыграли Бетис благодаря голу Алексея Миранчука и голевой от Федора Чалова. Кто же станет лучшим игроком? Естественно, Федор Чалов. А у Миранчука сколько? 7-8. Но тут именно по пасам, обводкам все лучше намного у Федора Чалова. Так что заслуженно, мне кажется. Что же, давайте сделаем небольшую новую тренировку. У нас есть много таких игроков, которые к нам перешли, которые могут развиваться. Итак, Руиз у нас выкупили его. Генг. Ну так что, если он с ним подпишет контракт, то это уже неплохо. У нас все хотят Видали купить. Уже и в Атлетика. Но Бускейца бы лучше купили, нежели чем Видали. Дембеле отступные у него выплачены. Внимание, нам надо быстрее переподписать. Я не хочу отпускать никуда Дембеле. Переговоры. Надо выключить у него эту опцию отступных. Так, ну и что? Зарплата. Где-то 190 сделаем ему. Отлично, они согласились с этим. Ну и все. Дембеле у нас не выкупят. Это уже хорошо. Игроки у нас отправляются в сборную. Давайте посмотрим. Терштегин в Германию. Пике, Альба, Бускетс в Испанию. Один голландец. Де Йонг. Во Франции у нас Ля Портель, Ингле, Гризман, Унтити, Дембеле. В Португалию только Семеда. В сборную России Чалов и Миранчук. В сборную Бразилии Каутиньо, Нета и Артур. Почему даже Неймара не вызвали? Вот это странно. Ладно. Ну что ж, друзья. Матчи мы все сыграли на сегодняшний выпуск. Кстати, тут три мяча уже Азар забил за два матча. Неплохо. Но все-таки, да, Сауль здесь перебил сделку Суареса. Ну, а в следующем выпуске у нас будет два основного матча. Первый против Асасуны и второй против Валентии. А уже, получается, в пятом выпуске будет Лига Чемпионов. Главный матч Дорг-Музская Баруси. Все самое интересное. Так что подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. Все-таки сделайте кнопку не красной, а серой, чтобы она у вас была. Ставьте лайки, потому что вам не трудно, а мне приятно. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой карьеры. С вами был Андрей и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!